здравствуйте меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас на канале закоренела цветочник я решила снять небольшое видео про цикламены несмотря на то что про цикламены я вам уже рассказывала но цикламен также как и другие растения имеют некоторое отличие в зависимости от сортов первое видео я снимала про крупноцветковый цикламен кто не видел можете посмотреть сейчас у нас пришли в поставку мелкоцветковый цикламенчики почему они так называются я думаю вы сами уже догадались потому что у них очень маленькие такие вот нежные цветочки вот обратите внимание тот цветок который мы сейчас вам соленый показан крупным планом этот цветок ну такой через три-четыре дня он уже будет отцветать потому что когда только раскрываются бутончики у нас видите бутончик представляет такой конус плотно свернутый когда он разворачивается мы получаем цветок с поднятыми наверх лепестками здесь у нас чуть-чуть об стволик он опустился но вообще вот так вверх у него смотрят видите цветочки и по мере того как он начинает отцветать у него начинает раскрываться ну и со временем он само собой погибает после того как цветок отцвел обязательно залезть аккуратно туда внутрь и отщипнуть его мы сейчас не подлезем там очень много на листвы да очень плотные листва чем помимо размера цветов отличаются мелкоцветковые цикламены от других во первых обратите внимание даже что независимо от размера цветка у них у всех много разных окрасов они также бывают двуцветные этот винно-красный цвет господи какой же он приятный на ощупь необыкновенно это я не знаю даже как назвать фуксия до сиреневый темно-сиреневый ну такой вот красный но тоже красный не ярко-красная темно достаточно красный поэтому я решил что я забыл микрофон поэтому можно собрать даже если вам нравится просто цикламены не нравятся никакие другие растения вы можете собрать интересную коллекцию который будет разного размера цветочки разных окрасов разные по форме листики кстати размер листа тоже сильно отличается также как у орхидей также как у антуриумов так как это мини сорт у него и небольшие листики он таким в принципе останется и будет разрастаться только вширь цикламен у нас клубневое растение нужно об этом помнить когда они приходят ну по-разному бывает но в основном клубень присыпан землей по возможности землю это оттуда надо бы снять чтобы не сгноить и не потерять растения ну и помним что независимо от того крупные у вас растение мелкая цикламены терпеть не могут залива вот не знаю насколько оправданно что там нужен холод мне кажется это такие же байки как и с азалиями потому что но мы живем в комнатных условиях растения живут вместе с нами они в принципе приспосабливаются к тем условиям кто температуре влажности которые вам предоставляете ну по крайней мере те которые не являются такими супер капризными супер требовательными но то что приходит в ассортимент цветочного магазина это все-таки адаптированный полностью под комнатное цветоводство растения не требующие специальных оранжерейных условий хотя я знаю что среди вас очень много любителей танцевать бубнами петь им песни увлажнять не знаю там много чего делать но каждый развлекается как может я наблюдала много цикламенов в комнатных условиях просто стоят на окне в теплой комнате никто не поддувает на них не охлаждает льдом не обкладывает все с ними в порядке важно помнить что его нельзя заливать поэтому если вы опасаетесь за здоровье своего растения поливайте через поддон вот принесли поставили блюдечко наливайте в блюдце воду если в течение десяти минут он выпьет подлейте еще если в течение получаса вода осталась значит растение напиталось и можно слить воду чтобы не было сильно влажной земли и подсушиваем само собой в течение недели поливать можно и сверху но при очень плотный здесь по стану как бы много много стеблей много листьев много стволиков цветоносиков можно загнать все равно если попадет туда вода и она не стечет то может произойти печаль к и вы его потеряете в принципе растение не самое дорогое и даже если вы первый раз с ним не справитесь можно попробовать еще разок главное не отчаиваться итак друзья помните что если вы думаете что какое-то растение это вот всего один вид очень многие пишут а вот этого там что разве так бывает разве таки фикус или разбивают там такие цикламены бывает все природа очень многообразно очень на выдумки богата и дарит нам столько ярких красок вопрос только умеем замечать их или нет надеюсь это видео было вам полезным спасибо что досмотрели его до конца и надеюсь до новых встреч